Перед началом соревнований, как и положено, торжественная часть. Примечательно, что этих далеко не маленьких парней построила девушка. Впрочем, тоже спортсменка. Ну, вы знаете, я кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Конечно, спорт далекий, но так совпало, что, в общем-то, благодаря супругу я вот в этой федерации, это двукратный чемпион мира по пауэрлифтингу Снегирев Валерий. Сюда мы приехали со своей сборной командой Ставропольского края. В составе у нас и город Минеральные воды, и город Благодарный, и Ставропольские спортсмены. Собственно говоря, спортсмены, все, которые занимаются пауэрлифтингом, силовым экстримом и армрестлингом, все это силовые виды спорта, и хват – это один из показателей, в общем-то. Соревнования по хвату зародились в Финляндии. Наиболее популярны сегодня в США и Канаде. Ну и в Черкесске, в котором создана вторая в России федерация этого вида спорта. Первая находится в Санкт-Петербурге. Состязания включают две дисциплины – подъем и удержание веса с помощью так называемой ручки «роллинг тандер» и поднятие гладких блинов щипковым хватом двумя руками. Для кого-то может и не составить большого труда оторвать от земли одной рукой, к примеру, 70 килограмм. Однако вся загвоздка в том, что ручка снаряда вращается вокруг своей оси, а следовательно вес требуется удержать силой кисти. «Статическая сила кисти, в принципе, это сильные пальцы, сильное удержание должно быть. Больше берешь, больше держишь, побеждаешь. В принципе, эта дисциплина очень тесно связана с прямой моей спортивной деятельностью, поэтому больших проблем не составляет участвовать». «По хвату? Да, здесь есть молодой парень со Ставрополя, очень сильный хватовик. Ну, посмотрим, сейчас борьба покажет». Борьба показала, что сильнейшим богатырским хватом обладает Максим Подлесный из города Ставрополя. Ему и достался кубок абсолютного победителя турнира по хвату. «Это, скажем, относится кубком за самую большую сумму в Коте, то есть супер!» Настоящее зрелище ожидало зрителей на чемпионате по масс-рестлингу. Этот вид состязания родом из Якутии, является традиционным и для нагайцев. «Изначально это существовало в таком виде, когда джигиты между собой соревновались, они брали кнут, садились друг напротив друга, ставилась палочка, за этот кнут хватался один джигит с внутренней стороны, другой с наружной, и с помощью кнута выясняли, кто сильнее. Сейчас в современном варианте масс-рестлинг уже обрел международный статус». В 2003 году масс-рестлинг введен во Всероссийский реестр видов спорта. Соперники сходятся в поединке три раза, по очереди меняя внешний и внутренний хват. И несмотря на то, что во время единоборства не идут в ход кулаки или броски соперника, динамики и зрелищности у состязания хоть отбавляет. Настоящие страсти кипели как среди спортсменов, так и среди болельщиков. Главная интрига разыгралась при определении абсолютного чемпиона. В финал вышел победитель весовой категории до 90 кг Александр Деев из Черкеска и чемпион России, Европы и мира по пауэрлифтингу Ставропольчанин Валерий Снегирев. Несмотря на разницу в весе почти 60 кг, более легкий Александр Деев на предварительном этапе турнира победил своего именитого соперника. Однако в финале спортсменам предстояло вновь встретиться лицом к лицу. Но перед этим технический перерыв на отдых. Приняв во внимание свои ошибки в финальном поединке, Валерий Снегирев все-таки одержал победу. Силовые показатели, я думаю, все-таки уступают у него. Он выиграл больше тактически, то есть больше тонкий подход такой проявил, как сладкий. Учел мои как бы просчеты, потому что я фактически не знал эти нюансы. Он пощекотал нервы, реально было проиграть. Он все-таки собрался с мыслями и выиграл. Мышечной массы не хватило. Он тяжелее меня, поэтому он меня очень легко поднимал. У меня в весовой категории здесь нет противников. Я выступал на чемпионате России в прошлом году. Там был четвертый. Всем победителям турнира были торжественно вручены заслуженные награды и призы. Из рук организатора и главного судей соревнований Вадима Форкина памятную медаль и благодарственную грамоту получил и спонсор чемпионата Альберт Каитов. Человек, который и сам имеет непосредственное отношение к спорту. Он занимается армрестлингом. В свое время неоднократно становился призером чемпионата России по рукопашному бою. Целью данного соревнования была пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, а также проведение на территории Северного Кавказа национальных видов спорта, таких как масс-рестлинг. В дальнейшем наша цель – видеть данный вид спорта на Кавказских играх, для участия в которых у нас имеются достойные спортсмены, такие как Деева, Александр и остальные. Руслан Альботов, Роман Бородкин. Итоги недели.